Всем здарова, с вами Рики! Сегодня я вас научу делать реалистичный свет на абсолютно любом футаже, у которого присутствует карта глубины. Она же Depth Map, чёрно-белая штука. Вы буквально сможете расположить источник света в пространстве, и, потратив пару секунд на его настройку, он начнёт источать красивый свет. Вот так выглядит оригинал. А вот так он выглядит после добавления света и парочки эффектов. Удивительно, не правда ли? Для создания такого света, первое, что нам потребуется, это Normal слой, то есть слой самой игры без всяких эффектов, и карта глубины, Depth Map, вот такая чёрно-белая штука. Если вы не знаете, как записывать такие слои, то посмотрите вот этот туториал. В нём я с полного нуля всё это показал и объяснил. Чтобы получился красивый свет, нам нужна Depth Map в идеальном качестве, а именно в AVI-формате. Если вы используете мои конфиги из часового туториала, то зайдите в Core Config, пролистайте вниз, и у Depth слоёв измените preset Good на UT True. Смотрите буквы, не перепутайте. Сохраните конфиг, зайдите на демку, активируйте FE и зарекайте Depth слой. И вуаля, наш слой записался в AVI-формате. Этот AVI-файл использует специальный UT кодек, так что вам придётся его скачать, иначе вы не сможете закинуть такой файл в программы для монтажа. Для этого перейдите на этот сайт, нажмите Download UT Video Codec, откройте установщик, и просто покликайте на синие кнопки. Готово! Кодек установлен! После того, как вы научитесь рекать слои, вам придётся обучиться 3D-трекингу. Это такая техника, благодаря которой вы сможете поставить объект на сцену, и он будет двигаться так, как бы он двигался в реальной игре. Его можно сделать с помощью множества способов. Через встроенный After Effects плагин, 3D-камера Tracker, через плагин Mocha, или даже через программу Buju. Но я вам советую использовать способ трекинга через Хлое. Туториал есть на моём канале. По сравнению с другими способами, этот является самым простым и самым точным. Но, к сожалению, он работает только для CSGO. И, наконец, последнее и самое важное, что нам потребуется, это крутой гениальный плагин для After Effects, созданный человеком с ником FAD. Данный плагин нам как раз и позволит создавать красивый свет. Хочу поблагодарить Ванити за то, что поделился этим плагином со мной. Кстати, советую на него подписаться, он делает крутые эдиты. Итак, качаем плагин и кидаем его вот в эту папку. Версия After Effects у вас может отличаться. Я не уверен, что он совместим со всеми версиями After Effects, но, если что, то на версии CC2019 он работает просто прекрасно. В After Effects вам нужно будет подготовить сцену с Normal слоем, Depth Map и затреченными лампочками. Если по моим рекомендациям вы решили затречить способом через Хлое, то в какой-то момент сцена у вас будет выглядеть примерно так. Вот та самая камера, которая отвечает за 3D пространство миража, и камера, в которой хранится координата лампочки. Что ж, давайте эту самую лампочку создадим. Для этого жмем правой кнопкой мыши по рабочей области, New и Light. Ее параметры никак не будут влиять на свет, но я советую ставить здесь Point, чтобы она не загромождала весь экран. Все, теперь копируем координаты для этой лампы. Проверяем. Как видите, она идеально притречилась. Наконец-то пришло время создать свет. Дублируем Depth Map, перемещаем ее над Normal слоем, и кидаем на нее эффект Simple Light. Да, это тот самый плагин, который мы недавно устанавливали. В его параметрах сразу ставим галочку напротив Black is Near, так как у нас на Depth черный цвет находится близко. И создаем expression для параметра Light View Space. Для этого, удерживая Alt, нажмите на часики. Вставляем сюда вот этот скрипт. После знака равно отступаем один пробел, и привязываем лампочку, которую мы только что затречили. Просто наведитесь этой спираликой на лампочку и отпустите. Этот скрипт говорит плагину, какие координаты у лампочки, благодаря чему плагин сможет правильно притречить свет. Все, настраиваем сам свет. Light Range – это яркость и ширина света. Fof – это величина пучка света. Far – это координаты света. Этот параметр нужно покрутить так, чтобы свет находился примерно в той же позиции, что и притреченная лампочка. Если свет все равно падает как-то не так, то вы всегда можете немного подвигать саму лампочку. Ну, вроде бы все нормально. Сразу же раскрасим цвет с помощью тинта. Если кому-то интересно, то для добавления эффектов я юзаю бесплатный скрипт FX Console. У тинта изменяю белый цвет на тот, который хочу. У меня это будет голубенький. Все, осталось лишь поменять режим наложения на Color Dodge. И вуаля, свет притречился. И он выглядит пока что не очень. А все потому, что мы забыли затемнить Normal слой. Давайте сменим на нем день на ночь с помощью простого Color Grading. Первое. Ночью у нас темно, а значит придется понизить яркость. Поэтому накидываем Exposure и крутим вот это значение влево. Я оставлю минус 4. Второе. Тени ночью обычно ярче. Чтобы добиться такого эффекта, нужно добавить Curves и совсем немного приподнять левую точку. Третье. Ночью картинка приобретает немного синеватый оттенок. Его можно получить с помощью тинта. Но я завязаю эффект Curves. Здесь выбираю синий цвет, создаю точку на середине кривой и поднимаю ее вверх. Примерно вот так. И четвертое. Картинка ночью, как правило, менее насыщена, чем днем. А значит добавляем эффект Hue Saturation и крутим Saturation немного влево. Допустим на минус 40. Все, теперь другое дело. Настоящая ночь. Убираем Solo режим с Normal слоя и видим, что наш свет теперь выглядит очень красиво и реалистично. Если он слишком сильный или находится не в том положении, то никто вам не запрещает изменять параметры плагина или двигать лампочку. Чтобы создать еще один источник света, достаточно добавить лампочку с новой координатой, продублировать Depth, два раза нажать E, чтобы раскрыть экспрешены, и в скрипте привязать новую лампочку. Напоминаю, удерживая левую кнопку мыши, нужно навестись спиралькой на лампу и отпустить. Готово! Можете спокойно менять цвет, изменять параметры плагина и двигать лампочку. Если вам кажется, что источник света слишком яркий или насыщенный, то можете покрутить прозрачность и убавить Saturation. Вот такая красота у нас получилась. Свет не обязательно должен быть статичным. Вы можете его спокойно анимировать. Давайте воссоздадим полет яркой частицы. Для начала проанимируем позицию новой лампочки и сгладим ее ключи анимации. Для этого выделите всякие фреймы и удерживая Ctrl, тыкайте левую кнопку мыши до тех пор, пока не появятся круги. Круглые ключи делают анимацию максимально плавной. Если вам это не нужно, то анимируйте сами. Далее дублируем Depth, жмем два раза E и привязываем к нему нашу проанимированную лампочку. И сразу поменяем цвет освещения на зеленый. Все, свет у нас отлично проанимировался. Осталось добавить саму частичку. Я это сделаю с помощью плагина Optical Flares. Создаем черный Solid и кидаем на него эффект Optical Flares. В его параметрах выбираем TrackLight, чтобы вспышка притречилась к лампочке. Как можете наблюдать, вспышки у нас притречились ко всем трем лампочкам. Нам это не нужно. Поэтому у параметра NameStart выбираем букву A. Теперь плагин будет тречить только те лампочки, у которых название начинается с английской буквы A. Так что меняем название нужной лампочки на A. И не забываем поставить режим наложения Screen. Крутим яркость и изменяем цвет. В принципе, выглядит очень неплохо. Но я бы еще хотел сделать так, чтобы эта вспышка излучала мелкие частички. Поэтому создаем новый черный Solid, кидаем на него эффект Particular и в категории Emitter создаем для параметра Position Expression и привязываем его к позиции лампочки A. Теперь частицы у нас притречены к лампочке. В категории Particles их можно уменьшить и изменить форму на звездочки. Меняем цвет с помощью тинта и, конечно же, накидываем Deep Glow, чтобы у нас все красиво светилось. Разумеется, можно еще понаделать масок с помощью депта. Для этого продублируйте чистый депт без каких-либо эффектов, настройте его с помощью Levels, передвиньте над слоем, которому хотите сделать маску, и уже этому слою поставьте Track Matte Luma либо Track Matte Inverted Luma. Если что, эффект Levels можно анимировать, так что в разные моменты времени вы можете делать разные маски. Вот что у нас получилось. Кстати, вы можете использовать Simple Light не только для света, но и в качестве маски. По факту этот плагин тречит депт мапу пространстве, так что с ним можно придумать много всего интересного, если немного поэкспериментировать. Вот я притречил свет, накидываю на него Levels, чтобы сделать края более жесткими, и делаю этот слой маска для World Слоя. И вот, у нас как будто бы летающий кусок карты. Я тут много слоев заюзал, если что, все они есть в моих конфигах, которые я обозревал в часовом туториале. А сейчас я вам покажу, как сделать красивый депт скан. Накидываем Simple Light, ставим галочку напротив Black is Near, и уменьшаем яркость с помощью Light Range. Уже сейчас мы можем видеть депт скан, двигая свет по оси Z. Настраиваем дальше. Я хочу сделать края более жесткими и яркими, поэтому накидываю Levels, и тяну правый ползунок влево. Вот так в самый раз. Осталось проанимировать депт карту по оси Z. Как сделали, меняем режим наложения на скрин. И вот наш депт скан. Давайте его сделаем немного интереснее. Продублируем Normal слой, передвинем его под депт скан, и поставим Track Matte Luma, чтобы завязать депт скан как маску. Теперь прикомпозим это чудо, и накидываем Deep Glow и мозаику. Готово. Выглядит уже интереснее. Если вам не хватает яркости, то всегда можно накинуть Exposure. Покажу вам еще одну фишку. Заходим в композицию с депт сканом, жмем U, чтобы раскрыть проанимированные ключи, и создаем на них Expression, кликнув с зажатым альтом на часики. Сюда пишем Loop Out, круглые скобки, кавычки, пинг-понг, кавычки, круглые скобки. Обратите внимание, буква О должна быть заглавная, иначе вам выдаст ошибку. Этот скрипт циклит анимацию, и по очереди проигрывает ее, то нормально, то в обратном направлении. Прям как в пинг-понге. Абсолютно такой же депт скан можно сделать, заюзав уже притреченную лампочку. К примеру, как здесь. Я просто сделал обычный свет, и проанимировал лампочку по спирали. А также заюзал Expression Loop Out, но уже без кавычек, и без слова пинг-понг. В таком случае скрипт зациклит анимацию, и будет ее проигрывать всегда в одном направлении. Для депт скана существует еще один плагин. Он называется EFX Dept Tools. Он, конечно, проигрывает Simple Light, но я вам о нем все равно расскажу, так как я заюзал его в прошлом эдите. Вкачаем плагин, и закидываем вот в эту папку. В новой композиции создаем белый Solid, и накидываем на него эффект EFX Z Dept Cut. В нем выбираем нашу депт мапу, и начинаем смотреть на параметры. Front Full Cut – это обрезка депта вдали. Front No Cut – это сглаживание дальней обрезки. Back Full Cut – это обрезка депта вблизи. Back No Cut – это сглаживание ближней обрезки. И Offset – это смещение депта по оси Z. Его мы как раз и проанимируем. И вот наш депт скан. Точно так же можем юзать его как маску и делать с ним что угодно. Плюсом данного плагина является то, что можно очень четко настроить границы. Больше у него нет никаких преимуществ. Думаю вы заметили, что в названии ролика написано «Проект в описании». Да, я вас не обманул. Я действительно с вами поделюсь проектом «Иллюзорные желания» со всеми исходниками. Вы сможете сами посмотреть, что я делал и какие параметры анимировал. Скачать его можно вот по этой ссылке. После скачивания вам нужно будет установить UT кодек, иначе у вас не будет работать видео с депт картой. Для этого перейдите на этот сайт, нажмите «Download UT Video Codec», откройте установщик и просто покликайте на синие кнопки. Готово, кодек установлен. В папке с проектом, как ни странно, находится сам проект, а также очень полезный файл «Help.txt». В нем вы найдете все, что вам нужно. В проекте я все переименовал и отсортировал, чтобы вам было более-менее удобно перемещаться. Здесь каждый кадр очень реалистично грузится по тысячу лет. Это в основном из-за Motion Blur, который я накидывал на партиклы. Можно зайти внутрь. В этой композиции находятся пару шейков и мини-импактов. В следующей композиции уже находится как бы ядро проекта. В ней я делал всю основную работу. Я тут проанимировал Dove, наложил кучу света и понаделал кучу масок. В этой огромной композиции есть еще две мини-композиции. В Particles находятся партиклы. Кстати, черный солид в самый низ я положил, чтобы предотвратить баги рендера. Какой-то плагин не сильно дружит с альфа-каналом. Ну и последняя композиция – это Scans. Здесь находятся депт-сканы, сделанные с помощью EFX плагина. На этом туториал подходит к концу. Я считаю, что Simple Lite – это очень сильный плагин, который вообще не лагает. Так он еще и бесплатный. Фад просто гений. Благодаря ему вы наконец-то сможете делать интересные работы, которые будут выглядеть ничуть не хуже 3D-эдитов, сделанных в том же Unreal. Но тут, конечно, еще зависит от ваших рук. Но немного практики, и вы точно всему обучитесь. Если остались вопросы по туториалу, то можете задавать их в комментариях, либо писать мне в Discord. Я всем отвечаю. Что ж, еще увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!